совсем точно и поскольку среди женщин нет нет все-таки изредка встречаются тоже люди вот как среди мужчин это в общем-то относительная редкость тем но отличие конечно есть отличие огромное не начинают самого раннего периода с того что просто разница существует по хромосом хромосомы разные одной хромосомы у женщину нельзя сказать что нет на одну хромосом отличается но отсюда некоторые такие своеобразные преимущества недостатки у женщины меньше болеют и дольше живут ну почему потому что весь геном с дублирован все хромосомы в парах и поэтому если заболевания связанные с какими-то половыми вещами что мужчин проявляется легко поскольку x y хромосом определяющий пол то у женщин таких страданий особых нет потому 6 не работает ген в одной хромосоме x он работает другой поэтому женщина вообще такие скажем существа очень надежные то есть они не очень разнообразные из-за того что на хромосомы меньше то есть полиморфность разные то есть мужчин скажем очень много и должно быть много то есть мужчин должны быть и маленькие большие толстые высокие всякие жирные худые для чего для того чтобы случить некий биологический катаклизм чтобы из этого набора значит чудовищно разнообразных и часто монструозных самцов природа смогла выдернуть того единственное туристую единственную группу которая бы выжил в этих условиях и позаботилась о женщинах то есть это все-таки расчет на то что может произойти что-то что изменит статус к вам существования человека в истории до цивилизационной и понадобится все-таки выбирать из самцов да конечно то есть и таким образом мужчина как источник добычи скажем так белых биологической точки зрения должен быть максимально разнообразно чтобы выжить что был субстрат для выбора потому что условие если представить все будут такие аккуратненькие как шварценеггер там все прекрасно и духом всем придется жить в каких-то пещерах это метр сорок критично но и вымрутся очень быстро но если там будут какие-нибудь маленькие пол толстенькие пузатенькие карапеты которые прекрасно себя там чувствуют это будет очень хорошо они размножатся под подобных себе или популяция человечество изменить то есть это такое биологическая сущность потому что природа же не знает наш мозг наш организм и повторять не знает о том что у нас например много еды вот мы можно пойти поесть всегда он все время есть так как будто бы в последний раз поэтому люди когда сталкиваются с существами противоположного пола они все делают тоже почти как последний раз потому что стремление и у мужчин и женщин придать свой геном следующих поколений это собственно самое главное по высоте связи кто там покупает хорошие красивые машины новые квартиры то есть повышает доминантность или идет там большую политику опять повышает доминантность или ведь пройдет иллюзионные программы примерно тоже хорошо доминантность опять-таки повышается то есть что способность передать свой геном то есть оплодотворить максимальное количество существ противоположного увеличивается значит соответственно мы и имеем такую достаточно примитивную биологическую стратегию человечество очень редко пользуется мозгом для того чтобы думать то есть почти совсем не пользуется то есть если вычесть из человечества всех и мужчин и женщин которые хоть что-то сделали в науке там действительно серьезное что-то сделали в мифологии в смысле религии политики то останется это очень тоненькой прослой который можно пренебречь в общем не обязательно особенно то есть это неразумен неразумен да то есть принципы зоопсихологии к сожалению они человеческом обществе действуют часто очень очевидно причем не важно что вы там делать пропагандируете например там апартеид повышает доминантность или пропагандируете защиту китов где-нибудь теплых морях него что делать поэтому там там всегда найдутся люди которые хотят то есть стимулом для существования индивидуум человечестве все равно остается как бы необходимость размножиться да а какой еще смысл то есть как курятники залезть повыше клюнуть ближнего и значит сходить на нижнего это известный сказать поговорка нам к сожалению и биологических сообществах в человеческих очень актуальны в редчайших случаях когда человек действует асоциально ну конечно можно так например взять много детей из семей значит там где детей с дефектами как американцы например взять русских детей с дефектами провести в сша и значит повыше свою доминантность выглядела к среди опружающих как гуманисту плюс получить массу скидок это никто не учитывает марта вариант входа от налогов то есть масса преимуществ плюс социальный статус который ни за какие деньги не купишь высокого гуманист хотя в говорит омар синдром прежде чем мы я задам другой вопрос который касается непосредственно темы нашей программы менял такой появился а вот вам знаю все это ежедневно с этим сталкиваясь так или иначе профессиональной деятельности вам труднее жить смысле общения с противоположным полом или легче много легче конечно то есть вы знаете как добиться чего то да понятно чего другое дело что тем лучше знаешь чем лучше знаешь как добиться тем меньше этого хочется я бы тоже прошу понять это знаменитый дилемма гинеколога работать или жить в общем то но все-таки возвращаясь к разговору о женщинах и чем они отличаются от мужчин будем так говорить хотя все-таки понимает сказать от человека но здесь дело в том что я слегка так обрисовал ситуацию там ситуации в общем биологическое именно в том плане что женщин биологично очень и для женщин вот стратегии биологической является ключевой то есть основной потому что все таки за женщинами закреплена детородная функция прямой перенос передачи значит вот этих самых бесценных генов которые так стремятся все размножить способами передачи следующее поколение так очень биологической функции и поэтому собственно говоря надо подходить с этой позиции конечно в аплогет феминизму скажет ну а как же там ковалевская как же там будешь талантливый плодовской да но сколдовской кирину я прекрасно прямо сделала подвиг но перемывайте на протяжении там 10 лет пробирки переливая соединение за на прибыль это не интеллектуальный подвиг это известная аккуратность известно это сказать надо дать должное на там купалась в этих радиоизотоп но тем не менее это не интеллектуальный подвиг с интеллектом тут очень трудно почему есть основания ну во первых у женщин мозг поменьше чем у мужчин никуда не денешься прямом смысле к сожалению нас потом начало выслушайте вопросы будете задавать потом мышь мозг меньше но нам сколько меньше не скажет сразу меньший вес тела среднем женщины полегче же мой значит и мозг поменьше ты вот эта пропорция не соблюдается к сожалению если взять эту пропорцию то оказывать что и в этом отношении все равно женщин мозг причем меньше по-разному у разных наций и народов у одних наций там разница может достигать 30 грамм а у других 250 грамм учитывая что вес мозга в среднем 350 грамм так среднему человечеству хотя он тоже очень не однороден в одних нации нормы считается килограмм других и считается нормой 1400 грамм то есть техническая разница никуда не денешься если кого-то будут оперировать по мозгу там например бушмена австралийского по стереотоксическому атласу нейрохирургии то быстрее всего например европейцы немец может не проснуться вот разница то есть одеваться не никуда это всегда учитывается именно поэтому нейрохирургии индивидуализируется тем не менее если отбросить индивидуальности изменчивость взять этническую или скажем пола пола этническую то вот мы имеем от 30 250 грамм разницы разных нацах разных это очень много но представьте что шимпанзе мозг там немного больше там 300 грамм то есть представлять вот на эту разницу интеллект шимпанзе скажем так или там это мозг допустим там четырех средних собак а есть прямая корреляция между весом мозга интеллектуальными способностями совсем прямой нет но всегда мозг большой массы имеет больше шансов таким стать то есть скажем так мы знаем что сам большой мозг у человека найден у одного из немецких идиотов который был совершенно не способен ни к чему и обычного по моему угольщика там было две тысячи шестьсот чем-то грамм огромный мозг ну то есть при этом никаких но в то же время если мы возьмем расположен в такой такой списочек мозга интеллектуальных людей то окажется довольно странная картина все-таки максимум то есть если собрать всех более-менее одаренных и известных кому вытечили мозг после смерти взвесили измерили от ковыряли уже это очень давно начиная с данте уже было любопытно что там внутри то окажется так что где-то 95 процентов всех талантливых одаренных людей имеет крупный мозг то есть шансов большом мозге возникнуть одаренности таланту больше чем маленько а сейчас есть какие-то приборы способы при которых можно взвесить мозг и живого человека зависит пожалуйста можно даже кое-что койки и структуры определить которых речь пойдет выше но это вообще тем отдельной передачи хорошо изменчивость и особо особенности сознания человека мы поговорим об этом конечно все-таки возвращаюсь до даже не вода москве решишь да мозг меньше причем за счет чего всегда возникает вопрос ну хорошо мозг меньше в целом он достаточно большую за счет чего женщин мозг меньше за счет достаточно ценной части то есть у нас мозг устроен так как бы если уж совсем упростить то в нем сидит как бы две половинки человека одна половинка тоже называется психологии подсознанием интуиции такой значит шестым чувством на самом деле как вы понимаете 6 чувств это только у людей кто об этом говорит на самом деле в программе психологов проходится 11 органов чувств а у человека 18 никакого шестого чувства в этом понимании нет астрального может быть будете иллюстрировать на вашем атласе это можно сделать сейчас если если можно камеру как-нибудь сюда мозг как бы состоит от двух частей то есть одна часть вот то что покрыто бороздами извинными то что снаружи у нас это борозда извинины это так называемая новая кора то чем в конце концов человек думает принимает решение то есть это то что когда-то вот это вот все то что составляет полушария нашу мозгу целиком смеет сверху то что возникла эволюции у млекопитающих и логичную да то что что и кюль-пуару называл в серыми клетками головного мозга вот и кюль-пуару не все серые клеточки и кюль работали потому что многими многие контролировали дыхание сердцебиение его половую активность а часть вот это вот это как раз и есть та самая часть которая занимается верхней занимается интеллектуальной деятельностью не все тоже не вся очень небольшой области заняты интеллектом вторая часть тоже сидит внизу вот здесь примерно вот в этих районах вот этот кусок это древние центры которые есть еще у акулы у лягушек и у рептилий которые определяют особенно вот в этой зоне определяют наши эмоциональное поведение вот наше эмоциональное поведение оценка эмоциональная то что за им подсознанием внутренним чувством это как бы комплекс носит название 70-х годов лимбической системы то есть в реальной морфологии они не словесных науках типа психологии это называется лимбической системы можно взвесить измерить потрогать и можно оценить количественно и качественно она является то что называют подсознанием а то что называют рассудочной деятельностью или человеческим интеллектом сидит вот в этой самой коре наверху то есть то что покрыто бороздами извинами для наших радиослушателей а то что спрятано под ними то есть лимбической так вот такой экскурс в анатомии он нужен для того чтобы объяснить в чем различие женщины и мужчины вот у женщины мозг меньше за счет вот этой вот самой корковой части то есть той сам тех самых борозд и извилин которые являются основой значит скажем так интеллектуальной и социальной адаптированности человека у женщин немножко по-другому у них древние вот эти зоны о которых мы говорим они практически неизменны и очень скажем так близки по размерам к мужским а вот древние а новые структуры которые собственно отвечают за такую то что мы знаем творческую деятельность них вот за счет них и есть разница значительно но в общем то это и понятно потому что и учитывая что женщина в общем стратегии в основном половая связано с размножением стратегии поведения должна быть совершенно очевидны то есть в редчайших случаях там между владельцем мерседеса при всех прочих равных обстоятельствах владельцам запорожца женщина выберет 1 понятно что тот кто имеет больше доминантности то есть имеет больше ресурсов для выкармливания детенышек армии не прочь для привлекательного определения если он дорого пахнет если он хорошо выглядит значит он успешен на то же самое как среди лосей лосики ходят рассматривают они выбирают что на фитом отречься от всяких проблем связанных синхронизации половых циклов то есть когда они просто ничего бегать в стоях что они там делать целом есть достаточно быстро процесс собственно говоря они там носится месяц то же самое они выбирают нам сначала синхронизирует половые циклы чтобы гормонально самец подходил к самке а потом самка начинает отбор такой своеобразная она начинает выбирать среди этих самцов самого рогатого но зачем оленям рога что они не делают бодаются на это происходит там несколько дней в году а потом сбрасывать эти растить такую штуку и все что нам вырастить например рюкзак там 10 килограммовый но за спиной его таскать и вот значит каждая из женщин подходит трубка в рюкзак тяжелее отличное занятие и выбирать того у которого позабористим в чем делать я очень простом у кого рога большие значит он так эффективно находил пищу так эффективно за нее конкурировал что достаточно скажем развитой и в точке точки зрения интеллектуального на полосином и естественно и с точки зрения биологического то есть числа пищи добывать на что и детеныши будут такими же такими же успешными растят все такие же развесит и рога то есть рога это паспорт а биологической эффективности человеческом обществе немножко по-другому и дорогие справка это траве эффективность это там на фрунденской квартиры mercedes соответственно значит и уровень обе социальной доминантности мы сейчас прервемся на новости на радиостанцию серебряная дочь а когда вернемся продолжим разговору сергей вячеслав существует такой поверенному по понятию есть некоторые женщина на глупее чем мужчины но есть же и умные женщины намного умнее мужчин вот как это выражается а что не больше мог что ли речь идет о творчестве собственно говоря руб мужчин не умных скажем так мягче как женщин очень много но не умных с точки зрения интеллектуальных а умных социально и женщин умных социальных не надо путать социальный он социальная успешность первую очередь биологическую хорошо вот я и и интеллектуальные речь была так говори вопрос ставился так в чем разница интеллектуально между мужчинами женщин разница в том что женщины более биологичны чем мужчины и в этом отношении некоторые вещи для них так сказать мало доступны или мало приемлемо это же значит что и женщин вообще нет никаких интеллектуальных но сам размер это относительно или это все размер имеет значение как говорит наш я знаю в одном деле размер имеет значение но вот так вот в морге я не понимаю что есть что такое 50 там или 250 грамм сейчас объясню в чем дело дело в том что вот эти 50 грамм 250 грамм это клетки серого вещества серого вещества и белого нету это придумали малограмотные писатели так вот который плохо учились понимаете даже средней школе потому что для тех кто учился хоть более-менее нормально в средней школе известно что серое белое вещество это термин который существует 200 лет просто когда мы вообще не белый но сейчас уже давно известно и в школе это придается потом классе средний школу нашу самый плохой в мире как считают что неправда на то том что нейроны серые это тела клеток а белое вещество этих отростки поэтому нельзя говорить серое белое вещество когда мы говорим о числе клетка мы считаем конечно по тела но белое что это отростки тех же клеток у любого из нас есть клетки которые начинают спинномозге кончается в пятки метр двадцать длиной поскольку в разница существует половая за счет того что у нас разница вот эти весовая по массе клеток она состоит за счет существует за счет коры то есть новый коры интеллектуальной части мозга наиболее интеллектуально значит а незыблемым для женщин и мужчин остается подкорка то есть то что мы называем лимбической системы или подсознанием соответственно и ситуация поведенческая самое главное человеке поведенческой ситуации зависит от этих двух компонентов утром просыпаетесь вот допустим хмурое утро на самом деле на самом деле плохо и вот у вас рассудочная деятельность то есть то что сидит в коре меня кортекс вам говорит надо встать почистить зубы там совершить некие приемы гигиенические идти на работу это рассудочные церебральные дети вы понимаете что если вы не пойдете не будете работать у вас кончится колбаса и так далее значит можете размножиться не туда в конце концов да но внутри каждый поступок мотивируется и то есть скажем так контролируется вот этой лимбической системы которая по сути дела он говорит ну зачем идти но что перед вас произойдет полежите еще полчасик но не надо уходить с одной чашки кофе надо выпить 3 значит и так далее тому подобное то есть вы все время борьтесь между хочу и не хочу надо и не надо так вот как раз хочу и не хочу у женщин сидит в олимбической с тем который незыблемо а надо и не надо сидит не о кортексе который у них раз чуть поменьше поэтому женщины всегда выбирают как правило видовое поведение характерных для улучшения стратегии размножения вовсе от стрижки до походки до формы туфель до даже специально социального андеграунд так вся тяность вся те если вы не понимаете прожили потом спросите я сказал четыре раза об этом насти нет не все значит то есть получается так что вот хочу не хочу очень сидит но хочу не хочу это тоже такое как бы настройка хитрый в мозге вот от лимбической системы древние потому что паразитирует на интеллекте то есть на самом деле интуиция это все то же самое только можно проблему любую решать двумя способами один способ ты сидишь и думаешь выгодно невыгодно удобно неудобно просчитываешь ситуацию то есть а думаешь его таскать рассудочно просчитывать а другой лишь там форма да 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 вот если ты очень хорошо умеешь считать имеешь достаточный опыт и достаточно то что называют ясный ум не замела незамутненный вредными веществами типа макдональдса то тогда конечно у тебя есть шансы что ты прочитаешь ситуации очень точно и получишь соответствующий результат но можно пойти другим путем можно распустить себя до предела до абсолютного предела то есть состояние животной чувственности и результат будет почти такой же то есть абсолютные животные скажем так социальном обществе по поведению и абсолютный интеллектуал очень схожи по эффективности потому что в одном случае лимбической систем пользует всю информацию собирает ее протаскивать через себя и выбирает наиболее лучшую биологическую стратегию биологическую в другом случае стратегия может быть сцентом что просчитывается затрат разные как я понимаю да затраты естественно разные думать вообще очень дорого потому что мозг маленькая часть тела и если у мужчин например расходная часть потому что если человек лежит на диване с бутербродом во рту тихо и значит не задумывается ни о чем кроме как о вкусе я пищеварение на что у него там работает до десяти процентов мозга но мозг работать всегда никаких там сказок о том что 10 процентов мозга работать все остальное не рудо все ерунда полнейший мозг работать всегда весь если хоть часть перестанет возникнуть всякая форма амнезии то есть выпадение памяти прочь или чем даже звучит находить например что тоже учить но так вот мозг работает ага сейчас начнет активно думать то потребление зависимости конечно от массы тела и размеров мозга может достигать до 20-24 в некоторых случаях 25 процентов всего что человек съедает и выпивает то есть думать очень вредно с биологической точки зрения и для женщин как это конечно большое препятствие потому что если они начинают думать то они расходуют ту ценную энергию которая нужна для того чтобы забеременеть для того чтобы обеспечить плоду эффективное развитие за счет женского организма растет не за счет чего-то значит его чтобы сэкономить на этом женщины стараются всю жизнь экономить энергетически там где можно не думать естественно думать так в общем то все поступают для женщин это более характерно потому что биологически предназначение другое поэтому экономия по энергии это второй такой как скажем очень большой камень в разницу между мужчин и женщин который останавливает иногда их интеллектуальную деятельность там где вроде бы она даже необходим между существами которые используют для мышления лимбическую систему с существами которые используют кору головного мозга должны быть хоть разные быть предпочтение в том что они выбирают то есть разные символы того что считается достаточным для того чтобы появилось потомство выжила и социально процветала то есть грубо говоря мужчины отбирают женщин по одним признакам женщины отбирают мужчин по другим да конечно какие приоритеты здесь есть у женщины мужчин ну здесь тоже лежит простая простые биологические принципы в основе этих различий дело в том что у женщин половые центры те самые которые определяют существуют половые предпочтения и даже приводит к возбуждению соответствует находится так называемую венталтуральном ядре таламус это длинное научное слово но смысл такой что в общем сидят в основании там мозга и рядом с ними проходят волокна идущие слуховых систем то есть в этом отношении женщин например больше возбуждаются от слов совершенно обоснованным орфологически то и женщинам нужно значит рассказывать всякие сказки их соблазняя то есть они предпочитают возбуждаться слуховым способом это чисто биологические законы не какие-то предпочтения просто ядро который определяет половую активность находятся рядом слуховой системы имеет массу связи с ним и возбуждает через него поэтому если хотите соблазнить женщин надо что надо рассказывать сказки здесь не важно что ты говоришь и абсолютно важно одно аренда интонация очень важно то есть тембр тембр значит сексуальность тембра известно хорошо это специально подбирают для рекламы людей с этим этим голосом кроме этого масштабы если особенно очень хорошие вывертые интеллектуальные то очень грится в этом отношении сумасшедшие как известно и так сказать на грани социальности сумасшедший пользуется огромным популярностью женщин то есть она не успевает следить за мыслью но это очень полезно поэтому рекомендовать старых немцев женщинам почитать при соблазнении если она ведь откую книжку в руках то начинает читать и понимает ничего но это прекрасно то есть в этом отношении так сказать таких авторов довольно много то есть вот слуховая речевая речевое возбуждение это ключ к женскому пониманию второе значит чем различается мужчина мужчин по-другому мужчины должны лицезреть самку с точки зрения биологической должны разглядеть ножки шейку там грудку там талию все это почему потому что мужчин все очень просто у мужчин половые центры в основном связаны с супрахиазматическим ядром на самом деле это ядро который лежит просто рядом с хиазмой зрительно с зрительным нервом и там есть много окончаний поэтому мужчины разглядывают женщин начать тихо возбуждаться также как женщины слушают что мужчина рассказывает сколько и то и другое ядро одинаково связано с гипоталамусом и запускает то есть от центра где вырабатываются гормоны управляющие половыми железами и начинает дальше возбуждение покраснение и так далее то есть все достаточно просто но мужчина женщина объединяет одно и то же у них у мужчины женщины есть вот это длин старая лимбическая система древне эмоционально связано с омероназальной системы в носу орган специфический орган полового обоняния который мы и которым запахов не воспринимаем в этом вся прелесть вот не мужчин не женщины запахов непосредственно не чувствует то есть вы не можете унюхать от половой запах его как бы нет но на самом деле он сразу действует на этот древний древнюю лимбическую систему то есть он сидит если обратиться к атласу он сидит в основании мозга небольшая такая обонятельная луковица из которой все это попадает вот здесь вот это обонятельная луковица войти на нерв вот сюда как раз приходит в основании мозга где и сидит та самая лимбическая система и и ядра которые как раз определяют здесь вот этих местах всем определяют вот это половое поведение унюхали половые феромоны лени и есть подмышками